Радио шоу Хитарянка Если вы пассажир и очень любите кататься на такси Госта, вы получаете поездку в подарок. Но если у вас есть маленькие дети, которых хочется радовать, вы получаете сладкий приз. Вот так. Первая линия. Давайте пообщаемся. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Андрей. Андрей. Вы расскажите, за каким призом охоту открываете? Я думал, ребенку в подарок. Сладкий приз. Хорошо. Тогда с вас стишок. Давайте. Не робейте. Я славно гордиться. Ну, давайте вместе. В лесу. Радио-телочка в лесу она жила. В лесу стройная зеленая была. Талантливо. Вот, Андрей, талантливо. Вот ничего не скажешь. Молодец, Андрей. Я вас поздравляю. Каждый день в студии Радио Хит я звоню именинникам и поздравляю их с праздником. Сегодня день рождения отмечает Тарихан Кушарбаев. Здравствуй, Тарихан. Здравствуйте. С днем рождения вас. Спасибо. У девушек не спрашивает, но у вас, я спрашиваю, вам сколько лет исполнилось? 42. Слушай, ну прилично. Такой-такой возраст. Вы зрелый мужчина уже с опытом и при этом еще полный сил. Так что я вас поздравляю с этой замечательной датой. Спасибо большое. Вас компания госпоздравляет, но и я в ее лице. Хочется пожелать вам счастья, замечательного настроения всегда-всегда. Пускай то, о чем мечтается, непременно сбывается. И пускай рядом будут те люди, которые всегда готовы вас поддержать и помочь вам воплощать ваши мечты. Вот. Большое спасибо. И снова моя команда авторевизоров отправилась на улицы нашего города, чтобы проверить очередной автомобиль. Были ли острые моменты в этот раз? Увидим. Всем привет. Это авторевизор «Все по ГОСТу». Сейчас мы будем проверять очередной экипаж. К нам сегодня подъехала машина Митсубиси. Настоящий внедорожник. Пойдем к водителю. Добрый день. Авторевизора. Согласны на съемочку? Да. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Сейчас мы будем проверять ваш автомобиль, подходит ли он по всем критериям для такси ГОСТ. Вначале бы нам хотелось проверить ваш салон, насколько он чистый или нет. В салоне чисто, убрано. Заднее сиденье чистое, коврики чистые. Пахнет в салоне приятно. С переднего водительского сиденья тоже для пассажира все чистенько. А можно ли посмотреть ваш багажник? Багажник здесь очень большой. Ох ты! И пустой. Самое главное, ваш багаж может смело здесь поместиться, так что свободно вызывайте, если вам надо. Обязательно говорите, что у вас есть багаж, чтобы водитель об этом знал. Хотелось бы отметить то, что автомобиль чист не только внутри, но и снаружи. Так. Ой, а можно чуточку потеплее сделать? Спасибо. А у вас были какие-то курьезные случаи во время вашей службы такси ГОСТ? Не было. Не было? А обычно спокойные? Обычно, да, спокойные клиенты. Так, но перед тем, как мы выйдем, проверим знания ПДД ваши. У вас сколько водительский стаж уже? Более 10 лет. Более 10 лет, да? Вот вам задачка. Разрешено ли вам повернуть направо на эту перекрестку? Разрешено. Разрешено, почему? Потому что это тупиковый. Ну, то есть... Ну, знак незапрещающий. Незапрещающий, совершенно верно. ПДД, знайте, на отлично. Так, хорошо, сейчас через 2 минутки вернемся. Так, проверяем. У нас резина шипованная. И знак ША присутствует, что тоже важно. Особенно с новыми правилами знак присутствует. Сейчас мы проверим водителя на бдительность. Я специально не пристегну ремень безопасности. И попросит ли он меня это сделать. Пойдем. Ремешок. Ремешок, конечно. Водитель попросил мне все-таки постегнуть ремень безопасности. Не удалось подловить. Ну что же, по результатам всех проверок у вас все отлично. Спасибо, что вы такой ответственный сотрудник и работаете в такси ГОСТ. Вам хорошего дня и отличный клиент. И немного о результатах проверки. Сам автомобиль был чист снаружи. Также был чист внутри. Никакой пыли и приятный запах. Водитель приятный в общении и отзывался на просьбы клиента. Хорошо знает правила ПДД. В его автомобиле пустой багажник. И на автомобиле указан знак ШЕФ в соответствии с его резиной. Этот экипаж собрал все плюсы и никаких минусов. Поэтому он достойен работать в такси ГОСТ. 33-33-33. Новыми острыми вопросами мы задались в этот раз. И снова с ответами нам помогает администрация компании ГОСТ. Ну что, настало время разобрать проблемные ситуации, которые случались у вас с такси ГОСТ 33-33-33 и найти на них ответ. Кстати, вы можете отправить свою жалобу, зайдя в раздел Евразия на сайте orst.ru и кликнув на ссылку «Все по ГОСТу». Заполняйте свои данные, описывайте проблему и обязательно получите официальный ответ от такси ГОСТ. Так и сделала Светлана из города Новотроицк, ее проблему мы не смогли обойти стороной. Проблема заключается вот в чем. Светлана вызвала к вокзалу автомобиль такси ГОСТ 33-33-33 и с нее потребовали дополнительную плату за багаж, что в принципе политика компании не подразумевается. Мы передали информацию о проблеме в такси ГОСТ и они дали свой официальный ответ. Оказывается, Светлана была права и водитель не должен был брать дополнительную плату за багаж, если они едут с вокзала. Такси ГОСТ принес свои извинения и вернул деньги на баланс. Поэтому, если у вас имеются проблемы, не сидите с ними, а лучше пишите нам. Мы обязательно вам поможем. Уже на следующей неделе мы встретимся снова и постараемся сделать сервис Такси ГОСТ еще лучше. С вами была Ангелина. Всем хорошего настроения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»